друзья посмотрите вот такая красота у меня получилось вот такой аппетитный салат всем огромный привет наши дорогие любимые самые лучшие подписчики и гости канала добро пожаловать на мой кулинарный канал сегодня по вашим многочисленным просьбам готовим баклажаны хе по-корейски на зиму очень полюбился вам мой рецепт баклажаны хе по-корейски и многие спрашивали можно ли его закатать на зиму можно но немного рецепт необходимо будет изменить поскольку банки нужно будет вместе с салатом стерилизовать салат получается настолько вкусным просто пальчики оближешь мы с алексеем на нашему банк канале съели этот салат и даже не заметили было очень мало готовьте сразу побольше потому что это безумная вкуснятина наш канал единственный наверное на просторах ютуба который сразу после приготовления блюда снимает мог банк мог банк это когда блогер принимает пищу и вместе с тем общается со своими зрителями то есть с вами наши дорогие поэтому обязательно переходите по ссылке внизу в описании под этим видео и вы увидите как мы пробуем этот салат на нашему банк канале оставайтесь со мной сейчас подробно расскажу как приготовить вкуснейший салат из баклажанов по-корейски на зиму мы начинаем чтобы приготовить баклажаны по корейски на зиму нам потребуется баклажаны здесь у меня два килограмма баклажанов 400 грамм моркови 500 грамм болгарского перца и огромное количество специй из специй я сегодня беру две чайные ложки паприки 1 чайная ложка острого молотого перца 2 чайные ложки кориандра 3 чайные ложки с горкой соли 1 чайная ложка без горки черного перца 7 8 зубчиков чеснока мои получились общим весом на 35 грамм 2 столовые ложки сахара с горкой также нам потребуется 180 миллилитров растительного масла и 3 чайные ложки 70 процентного уксуса для начала нам необходимо подготовить и попарить баклажаны для начала от баклажан отрезаю вот эту несъедобную часть и баклажаны делю на четыре части вдоль сперва пополам затем еще раз пополам на четыре части и так друзья баклажаны я все нарезала смотрите если баклажан не очень большой то нарезаю его пополам дальше делаю следующее беру лист от мантышницы и переворачиваю держателем вниз и отправляю в мантышницу все баклажаны нижняя часть мантышницы у меня уже стоит на плите на максимальном огне баклажаны закрываю крышкой и отправляю на плиту париться и так друзья вода закипела с этого момента засекаю ровно пять минут и так прошло пять минут отключаю газ и мне необходимо теперь баклажаны вытащить в чашку при помощи вилки вот так вынимаю все баклажаны из пароварки из мантышницы все баклажаны до полуготовности попарила посмотрите вилка заходит но они еще такие прям жестковатые скажем так вот теперь баклажанам нашим необходимо остыть отправляю их в прохладное место на подоконник с открытым окном пока займусь остальными ингредиентами болгарские перцы перец разрезаю пополам и удаляю плодоножку семена и перегородки болгарский я очистила далее разрезаю болгарский вот так пополам вдоль и мелко мелкими полосками получается толщина примерно 2 миллиметра друзья болгарский перец я нарезала брала еще дополнительно 2 болгарских перчика потому что после того как удалила несъедобную часть от перцев вес перца у меня уменьшился более чем на 100 грамм поэтому я добавила и в чистом виде уже вот в нарезанном виде у меня здесь 500 грамм болгарского перца пока убираю в тарелку и в сторону далее морковь морковь пропускаю через станок для корейской моркови получается у меня вот такая стружка морковь я тоже натерла друзья в чистом виде уже в натертом виде моркови у меня получилось 440 грамм теперь моркови отправляю болгарский перец и мне необходимо овощи посолить половину от той порции что я изначально отмерила я отправляю к моркови с болгарским перцем и хорошо все перемешиваю все морковь с болгарским хорошо утрамбовала они уже уменьшились в объеме пустили немного сока пока оставляю вот в таком виде убираю в сторону ждем когда остынут баклажаны а также нам потребуется хороший такой большой пучок кинзы если не любите кинзу можете положить укроп кинзы у меня здесь 110 грамм так осталось нарезать кинзу кинзу вот так промокаю кухонным полотенцем чтобы лишнюю влагу убрать и просто мелко нарезаю хвостики вот эти прячу вот так под низ и нарезаю кинзу мелко кинзу я нарезала пока также выбираю в сторону все друзья баклажаны у меня полностью остыли уже в холодном виде теперь их буду нарезать баклажаны разрезаю вот так на три части и вот такие толстые части разрезаю еще вдоль пополам вот так получаются примерно вот такие кусочки пока баклажаны еще жестковатые но еще будет стерилизация поэтому баклажаны дойдут до своей нужной мягкости сильно широкие места можно даже вот так в двух местах нарезать если баклажан коротенький то соответственно его пополам то есть получается в длину у нас примерно 5-6 сантиметров в ширину примерно сантиметр полтора нарезанные баклажаны отправляю в чашку в которой у меня засоленная морковка с болгарским перцем сейчас таким способом нарежу полностью все баклажаны затем покажу что делать дальше все друзья баклажаны я все нарезала и теперь баклажанам отправляю зеленушку все теперь нам необходимо просто заправить салат отправляю баклажанам 180 миллилитров растительного масла оставшуюся соль 2 чайные ложки паприки 1 чайная ложка острого молотого перца 2 чайные ложки кориандра 1 чайная ложка без горки черного перца 2 столовые ложки сахара с горкой и наливаю 3 чайные ложки 70 процентного уксуса я пользуюсь только 70 процентном потому что иначе салат будет очень водянистым если там где вы живете вы не можете найти 70 процентный уксус пользуйтесь тем которые у вас имеется в наличии но только ориентируйтесь по своему вкусу должен получиться кисло-сладкий вкус но имейте ввиду что салат будет очень водянистым так все теперь все хорошо перемешиваем а дальше друзья я беру свой огромный любимый таз в котором удобно перемешивать большие объемы продуктов и перекладываю все в него и все хорошо перемешиваю уже аппетитно как получается согласитесь это называется к дихе когда закатываю к дихе на зиму не кладу лук при желании когда откроете банку зимой можно будет добавить свежий лук и по вкусу отрегулировать по специям я думаю там чуть-чуть может быть уксуса соли вот а именно в банку в закрутку мы лук не кладем все друзья салат у меня готов вот такой аппетитный уже получается к дихе у меня дальше делаю следующее банку помыла просто моющим средством и теперь эту банку все остальные банки у меня вверх дном стоят чтобы вода стекала вот так протираю насухо чистой салфеткой и в банку теперь заполняем салат прям вот так рукой банку держу над тазиком чтобы ничего никуда лишнее не падало и вот так закладываю салат в банку утрамбовываю довольно тщательно потому что после стерилизации салат еще сядет кухонным полотенцем обязательно протираю банку все друзья вот так прям до полного заполняю банку посмотрите какая красота и вкуснота пока убираю в сторону и таким способом сейчас заполню все банки параллельно пока я заполняю банки у меня стерилизуются крышки крышки просто перекипячу в течение 10 минут итак друзья банки я все заполнила далее просто прикрываю их вот так крышками крышки у меня стерилизованные они кипятились в течение 10 минут далее делаю следующее беру казан можно взять кастрюлю на дно укладываю чистое полотенце чтобы банки у нас не лопнули и отправляю банки вот так и аккуратно заливаю кипятком стараюсь на банке не лить чтобы банки у меня не лопнули сразу вот так с краешку воды необходимо налить до плечиков банок банки все очень важно должны быть одного размера вот до сих пор наливаю до плечиков банок и отправляю на газ на полную мощность как только вода в казане у меня закипит я закрою крышкой и уменьшу газ мне необходимо чтобы вода слегка кипела и банки наши стерилизовались с момента закипания засекают 20 минут и друзья посмотрите у меня еще пол литровая неполная банка получилось но поскольку у нас баклажаны еще не дошли до своей кондиции до мягкости необходимой поэтому эту банку я буду стерилизовать также на дно отправляю салфетку чтобы банка не лопнула и сверху банку поскольку банка у меня не полная даже меньше чем до плечиков я от положила воды все отправляю также на огонь на максимальную мощность как только закипит вот эту малышку я буду кипятить стерилизовать 15 минут итак друзья в маленькой кастрюльки у меня уже закипела я прям на единичку поставила и вот так что слегка булькала маленькую банку кипячу 15 минут напоминаю а в большой кастрюле вода еще не закипела поэтому я вот так прикрываю крышкой дожидаюсь когда закипит вода уменьшу тоже газ и буду стерилизовать в течение 20 минут все посмотрите вода в кастрюле закипела вот так она слегка кипит я уменьшаю газ чтобы она продолжала вот точно так же слегка кипеть то есть сильном вода бурлить не должна все с этого момента засекаю 20 минут через 20 минут будем закатывать банки все друзья прошло 20 минут стерильной вилкой проверяю мягкость баклажанчики мои мягкие уже стали можно закатывать при помощи вот такого ключа против часовой стрелки делаю 78 движений все до щелчка банка готова теперь переворачиваю ее вот так на полотенце и закатываю следующую банку все вот такие три красоточки у меня получились теперь их обязательно укутываю одеялом и оставляю вот так прям на кухонном столе если на кухонном столе будет мешать то лучше тогда уберите куда-нибудь на пол тоже постелите салфетку и уберите на пол все вот в таком виде оставляю до утра остывать банки должны медленно под одеялом при этом продолжает происходить процесс стерилизации поэтому все вот так оставляют до полного остывания то есть до утра ну а эту полу банку которая у меня осталась не закрытая после полного остывания отправлю в холодильник и завтра вместе с вами на мукбанк канале мы это еще попробуем друзья посмотрите вот такая красота у меня получилось вот такой аппетитный салат и из баклажанов я уже попробовала он получается в меру кислый в меру сладкий очень вкусный салат всем рекомендую на сто процентов вот так это выглядит в банке делаю вот такие маркировки потому что ввиду того что я занимаюсь кулинарии и сейчас сезон консервации банок у нас в кладовке уже немеренно и чтобы понимать где какая банка чтобы не гадать вот на каждой банке вот такая маркировка у меня все эти банки отправляются в кладовку а эта тарелочка отправляется на наш мукбанк канал где мы с алексеем сейчас и вместе с вами попробуем продегустируем скажем свое мнение мы всех приглашаем на наш мукбанк канал пробовать эту вкуснятина ссылка как всегда внизу в описании под этим видео ну а это видео если вам понравилось ставьте мне пожалуйста пальчики вверх подписывайтесь на канал пишите комментарии нам очень приятно с вами общаться это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов огромное всем спасибо за лайки за комментарии за пожелания а также всем спасибо за просмотр всем пока пока приходите еще увидимся снова